Пока трудящиеся шагают, а учащиеся бегают, основное веселье проходит здесь, в парке Степаново. Дели с времен коммунизма для Ивановской молодежи давно потерял свою актуальность. В тренде мир, спорт, экстрим. Фестиваль уличной культуры 4Riel Fest – одно из важнейших событий молодежной жизни города. Официальное открытие сезона экстремальных видов спорта. На одной из площадок, в которой скейт-парк будет проходить соревнования по фрирану, воркауту, скейтборду, BMX. На стритбольной площадке пройдут соревнования по стритболу, также будут показательные выступления по танцам и роликам. Есть еще направления, которые мы в этот раз не задействовали, хотим оставить их на следующее мероприятие, чтобы было что-то новенькое и интересное. Сегодня мы также сделали выставку граффити-работ одного из райтеров. Экстримы искусства могут соседствовать только в одном случае – если это искусство граффити. Леша предпочел мольберту и кисти, стены и баллончики. Теперь в уличной тусовке его знают под псевдонимом «Эврика». Сегодня его третья персональная выставка. Здравствуйте, я нашел свое направление, я много чего перепробовал. Но это мне как бы культура нравится, и она меня прет, можно сказать. На таких эмоциях держится вся уличная культура. Роллер Руслан Ким начинал кататься, когда для этого не было никаких условий. Теперь он – пример для начинающих экстремалов. Руслан добился не только чемпионства, но и строительства этой площадки. Как только построили скейт-парк, то есть все колоссально поменялось, уровень намного растет. Теперь наши ребята выступают на довольно-таки многих турнирах и не боятся представлять город Иваново. Уровень намного вырос еще и в паркуре. Уличная культура намного растет. К примеру, когда раньше было баймаксеров 30 человек, сейчас их может уже 60-70 человек. Байсикл Мотоэкстрим Спорт развивается не только количественно, но и качественно. Артем катается уже около трех лет. Сейчас готовится к международным соревнованиям, которые пройдут в Китае. А начиналось все с простого любопытства. В детстве смотрел, как ребята летали, понравилось, решил попробовать, зацепило. Стараюсь, учусь, по сути. Ну, по сути, домой переезжаю вообще без сил, когда тренируюсь. На фоне хилых курящих сверстников эти подтянутые ребята сильно выделяются. Их пристрастие – воркаут. Рома проводит на площадке большую часть дня. Сам себе тренер. Для счастья, кроме турника, ему ничего не нужно. Воркаут для меня, как бы сказать, все. Я как бы живу им, там занимаюсь, примерно несколько часов в день. И хочется с учебы уйти, быстренько и заниматься. Трудничок прямо. То, что экстремальные виды спорта скорее для сильной половины человечества – вопрос спорный. Маша уверена, паркуром могут заниматься все, независимо от пола. Главное – желание. Иногда, правда, бывает сложно. Но цель – оправдывает средства. Паркур – это, прежде всего, такие понятия, как свобода, самовыражение. Ну, если честно рассказывать, то это просто, когда ты бежишь, ты ничего не замечаешь. Тебе все равно на город, на всех. Ты просто делаешь то, что хочешь. Несмотря на соревновательный дух, обстановка на фестивале больше семейная, чем соперническая. Для молодежи 4Riel Fest – это праздник солнца, музыки и адреналина. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.